ура ура это означает есть звук да нормально все супер поехали значит мы с вами разбирали стратегию номер 34 в прошлый раз она нам сегодня пригодится про что она эта стратегия про то что нужно в себе выработать как бы зрение в темноте почему потому что я цера сравнивается с темнотой до видеть в темноте это значит что видеть всевышнего условно за всеми обстоятельствами за всеми людьми которые нам нравятся а также которые нам не нравятся и уметь видеть внутренним зрением то есть не воспринимать жизнь только с точки зрения фасада а уметь смотреть вглубь вот теперь стратегия номер 35 будет очень тесно связано с этим умением умением смотреть вглубь это как бы 35 стратегии как следующий шаг как бы более уже практичное не знаю применение стратегии номер 34 и так говорит рабин ахман что есть понятие термин да вы про него знаете коронование всевышнего то есть как коронование короля и это называется слово молхут в иудаизме малых царь и коронование короля обозначает что мы видим во всем волю и мудрость всевышнего тов и каждый раз когда мы это замечаем то есть нами происходит ситуация например какая-то до каждый день с нами сотни таких ситуаций происходит в которой в которой нам может что-то не нравится не знаю уехал автобус вы на него бежали и не успели кто-то обещал позвоните не перезвонил какие-то новости вы ждали хорошие а пришли какие-то как обычно какая-то еще у вас произошла там не знаю ситуация на работе и еще у вас какая-то ситуация дома а теперь вы уставший пришли домой а жена вам не улыбается и значит плохая жена и плохая работа и плохой водитель автобуса и ребенок получил двойку плохой потому что а если еще что-то разбил испортил вообще ужасный зачем было детей заводить и они все только портят значит и код сходил в туалет но не туда куда вы его приучали и код плохой против вас все дам теперь мы постоянно получаем тесты на то чтобы уметь натренировать в себе способность видеть дальше чем фасад видеть то что хорошо все что хорошее все что плохое происходит происходит все идет ровно из одного и того же источника и это называется вудаизме навыкам коронования короля сильно очень важны метафора которую используют раби нахман он говорит о том что молхут да вот это качество это луна почему потому что у луны нет собственного света и все что человек должен уметь делать это не обладать собственным светом а что делать умеет лишь отражать тот свет который на него падает что обозначает не обладать собственным светом ведь мы как будто бы с вами все время говорим о том что нужно светить о том что нужно сиять ара и родители нам это говорили всегда я помню мне вот в детстве родители всегда говорили высовывайся это это слово высовывайся 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 и главное что это было настолько против моего внутреннего вообще мира ощущения нет наоборот всегда бы хотелось бы спрятаться но толкали в спину и говорили что надо высовывать жизни надо высовываться и надо высовываться и на самом деле говорит рабин ахман о том что у нас нет ничего своего и понятие молхут это и обозначает что у нас нет ничего своего у нас нет своих талантов своих сильных сторон своего интеллекта у нас этого нет это все от всевышнего и поэтому есть несколько девизов и как модно сегодня говорить аффирмации друзья которые называются нет и ага и нет нытья это может показаться странным ведь как это нет нытья давайте же все ныть и на может казаться еще что я хоть вот да вот этот голос время внутри но я же хотел вот так я уже хотел по-другому но я же хотел и я же еще как-то хотел значит говорит рабин ахман отставить отставить второе это нет злости это тоже очень сложно что значит нет злости а я думал что должно быть по-другому а я себе это видел по-другому а я видел что кто-то как-то поступит по-другому а поступил не так как я думал и теперь конечно я злюсь я же видел себе по-другому и всевышний и рабин ахман говорит что друзья все эти все ситуации а также вы сами все что вам кажется даже вам принадлежит уже не говоря о том что материальное даже те такие вот как ваши сильные качества ваши сильные таланты кто-то может думать что он интеллектуальный потому что он очень хорошо не знаю в детстве его родители натренировали кто-то может думать что он очень спортивный потому что его в детстве хорошо на тренировали на самом деле всевышний нам это просто все дал как презент дальше молву не обозначает принятие не так это я вам дальше объясню значит то что надо уяснить что мол хот обозначает принятие того что всевышний нам посылает в данный конкретный момент сегодня вы можете подумать что своим произошло сегодня это то что сегодня всевышний решил что с вами должно произойти и это подчинение как бы воле всевышнего нужно происходить не от отчаян curve Не от безнадёги, не от того, что «Ой, ну всё, я не знаю вообще, ситуация, как это, безысходность, придётся, ну тогда уже подчиню Всевышнему». Нет, это должен быть ваш оптимистичный, осознанный выбор, окей? Значит, противоположное качество Малхоту – это эгоистическое созерцание мира. Что такое эгоистическое созерцание мира? Это когда любой человек, который вам встречается, любая ситуация, любые обстоятельства вами воспринимаются как средство возложения короны на собственную голову. Да, говорится, что не может быть под одной короной две головы. И поэтому есть постоянно, с точки зрения Рабина Ахмана, противоборствующие две силы. Это, с одной стороны, сам Всевышний, а с другой стороны, человеческое эго. Это как две головы, на которые нужно, как-то некоторые люди пытаются напялить одну корону. Говорит Рабин Ахман, не будет успеха. Вы можете, значит, есть высокий уровень, когда человек, да, уже находится, у него эта сфера Малхут развита, и он сам, для него качество Малхут – царственность, ему свойственно. И царственность не в том, что он тянет корону к себе на голову и сам себе водружает, а царственность в том, что он способен водрузить эту корону другому на голову, не себе. Вот в этом как бы царственность Личности состоит. Если кто-то когда-нибудь хочет в себе выработать какую-то царственность, да, такое достоинство, какое-то благородство, это означает надевать корону на голову либо другого человека, если да, в какой-то ситуации, либо если по жизни в целом, то на голову Всевышнего. Однако нами могут восприниматься разные ситуации как средство, с помощью которого мы надеваем себе на голову корону. Это очень просто попасть в эту западню. Например, я вам приведу пример, как обычно, лично, когда из личного опыта, но вы, друзья, можете подумать над своим опытом и обнаружить, что там тоже достаточно таких ситуаций, которые вы могли бы рассказать. Значит, вот у меня есть подруга, которая иногда по каким-то поводам со мной советуется. И, например, я ей даю, дала совет, ну, не знаю, купить квартиру. И дальше она идёт, начинает заниматься, вот что не нужно уже, там, хватит снимать, тут займи, тут пери это, тут давай договорим. Значит, и я там чё-то, чё-то покрутила, повертела, значит, и как будто бы дальше мне начинает казаться, что она таки купила квартиру, что благодаря мне. Естественно, да, благодаря моему умному совету, благодаря своевременному совету, благодаря грамотной, там, не знаю, финансовой расстановочке, идеям светлым, которые пришли мне в голову, благодаря тому, что мы с ней вот в хороших отношениях, и она была способна прислушаться к тому, что я говорю. Да, можно начать думать, что, ну, естественно, вот она купила квартиру, потому что я что, молодец, потому что, как это, а Серёжа молодец, а Серёжа мой сынок. Я могу про себя так думать, я же свой сынок, сама себе, что какая всё-таки вот я, хорошо ведь повезло ей, да, с такой подругой, и квартиру купила, и всё сделала как надо. Теперь, что это обозначает с точки зрения Робина Ахмана, что я использую человека, и использую ситуацию для того, чтобы водрузить корону себе на голову, и у меня для этого созданы все условия, то есть Всевышний действительно так сделал, что чётко вот-вот-вот-вот я сказала, и вот оно вот так, прямо вот как я сказала, вот так оно получилось. Теперь, моя работа духовная, если я хочу вырасти над собой, если я не хочу остаться вот в состоянии себя вчерашней, а хочу взять себя на какой-то уровень выше, чем я сама, то есть как бы, как это по-русски есть это слово, как самопревосходство, то есть если я хочу превзойти себя, а это так или иначе работа каждого из нас, постоянно карабкаться по этой лестнице наверх, ставя себе новые-новые планки, достигая их. Я должна себя попустить моментально, как только мне эти мысли пришли в голову, и сказать, да при чём тут ты вообще в этой картине? Ты шалиех, хорошо, тебя использовали как шалиеха для того, чтобы направить шаги человека в каком-то правильном направлении, и Баруха Шем, да, оно получилось, это была идея Всевышнего, была его реализация, его полностью план. Значит, пришло время для этой девушки иметь там эту квартиру в этом городе, и всё, значит, вот оно так и получилось. Где тут моя заслуга? Боже мой! Выступить шалиехом. Ну, могу только поблагодарить Всевышнего, что выбрал меня для хороших новостей, да. Мы никогда, друзья, не хотим, знаете, есть некоторых выбирают плохие новости, приносить хорошие, мы всегда просим Всевышнего о том, чтобы нас выбирали приносить хорошие новости, потому что нет никакой заповеди быть наказанием для другого человека. Некоторые женщины считают, что они обязательно должны быть роковыми, что из-за них мужчины должны страдать, вешаться, стреляться, убиваться, или прочее в современном мире, правда, и мужчины некоторые так считают. Друзья, нет митцвы, нет заповеди быть для кого-то наказанием. Поэтому всегда, если вы являетесь для кого-то наказанием, думайте, что вы делаете не так. Пытайтесь исправить своё поведение. Митцвы для кого-то, наоборот, чем-то хорошим в жизни и источником добра, источником любви, источником вдохновения. И есть две парадигмы мировоззрения, говорит Робин Ахман. Парадигма, как смотрит на мир Эйсаф, и парадигма, как смотрит на мир Яков. И Эйсаф – это всегда позиция, что в этой ситуации для меня, что я могу как бы из этой ситуации, не знаю, пойметь, получить, какие контакты, пойду ли я на этот день рождения. Вот меня пригласили на день рождения. Ага, кто там будет на этом дне рождения? Так, с Николаем я уже знакома, с Василием я там уже знакома, с Петром там тоже. Так, значит, этот мне в работе не поможет, с этим мне шедух не светит, всё, не пойду. Причём тут это, да? Тебя пригласили на день рождения, потому что ты для кого-то являешься частью праздника, или на любое другое мероприятие. То есть позиция Эйсафа, то есть такая позиция недостаточно, не самая удачная, друзья, это когда во всём человек ищет что-то для себя, что-то для своего эго, потому что всё, что он делает, это коронует сам себя, ему нужны для этого условия. Есть позиция Якова. Якова Вину, наш прадец, его всегда фраза была в чём? Что хочет от меня Всевышний? Что он хочет, чтобы я делал в этой ситуации? Как он хочет, чтобы я себя повёл? Что хочет от меня Всевышний? Вот один единственный вопрос, который мы должны себе задавать, когда попадаем в какую-либо ситуацию. Теперь жёсткая фраза. Внимай, как это? Аларм, аларм. Жёсткая фраза, которую не все из вас смогут проглотить, как это, проживать и проглотить. Поэтому я заранее приношу извинения тем, кто не сможет. Но попробуйте над ней поразмыслить как-то. Пишет Робин Ахман. Глупец в этой жизни хочет как можно больше и больше раскрыть самого себя. Не Всевышнего. Цель его пребывания здесь раскрыть как можно больше себя. И для глупца, пишет он, вся суть жизни – это самовыражение и самоартикуляция. Вау, да? А как же современный мир нас постоянно учит? А беги, там, не знаю, занимайся рисоватым, десятым. Значит, вот главное там выражай себя, фотографией займись, блог, наконец-то, начни вести. Не знаю, повышивай, повяжи крючком, цельнозерновой хлеб не забудь спечь. Это же всё самовыражение, это же очень важно. Где-то здесь находится грань, где, с одной стороны, мы потребляем мир, в который нас поместили, и восхищаемся для того, чтобы восхищаться им. И узнаём себя для того, чтобы восхищаться собой. Но что, не собой лично восхищаться, а восхищаться мудростью и величием Всевышнего, который создал нас и поместил внутри каждого из нас конечного, обычного такого человека, такое множество граней, такое множество талантов, такую индивидуальность. Мы ни на кого не похожи. Мы полностью, мы, с одной стороны, как все, потому что мы часть того света, который принадлежит самому Всевышнему. С другой стороны, мы полностью уникальны. И когда мы начинаем восхищать, узнавать себя и узнавать этот мир для того, чтобы короновать Всевышнего, вот этот тип как бы самовыражения и самоартикуляции — это кошерный, правильный, здоровый вид, где вы не будете постоянно гнаться, а за новыми ощущениями, новыми впечатлениями, новыми идеями, как себя ещё. А вы ещё это не пробовали, а это ещё. А тут можно зайти очень далеко, потому что современный мир предлагает столько всего попробовать, о чём люди даже не догадывались раньше, что это вообще можно делать. А сегодня это вам любой школьник расскажет. А это, да, конечно, уже пробовал год назад. Значит, и поэтому нужно как бы свой талант использовать лишь на то, чтобы раскрыть себя и через это понять величие Всевышнего, снять корону со своей головы и надеть на его голову. И говорит Рабин Ахман, что Яцератов, в противоположность Яцерара, это что? Это обнуление. Это признание воли Всевышнего и мудрости его в любой ситуации. Яцератов вызывает самообнуление. Вызывает, чем больше человек способен себя не унизить, но способен себя реально, ну, заземлить, обнулить, обнулить. И от этого начать меньше обижаться, от этого начать меньше требовать от остальных, меньше требовать от самого себя, от этого начать быть, в принципе, добрее и понимать, что всё наполняется Всевышним, и ты от этого наполняешься Любовью. И, короче говоря, друзья, вечная битва идёт между Всевышним и человеком. Окей? И человеческим эго. Вот это и есть вечная такая, вечная борьба, на чьей голове будет корона. Это зависит и это, и любые ситуации, и любые… Теперь я вам приведу пример. Да. Я вам приведу пример, который приводится в этой книге. Мне он понравился, и без радости он понравится вам. Ну, допустим, смоделируем ситуацию. Есть у вас какой-нибудь родственник, не знаю, двоюродный, где-нибудь далеко от вас живёт. Брат. И он заболел, не про нас всех будет сказано. И живёт он далеко. Но вы, тем не менее, решаете съездить к нему в гости, проведать. И для того, чтобы к нему поехать, это путешествие на целый день, да, за городом, допустим, он живёт. И вам для этого нужно что? Взять, например, вам нужно отпуск на работе на один день. И на машине там два часа в одну сторону поехать. И, значит, ещё что-то перепланировать. И, короче говоря, вы принимаете решение, что вы действительно, да, поедете, да, возьмёте там отгул на день. И вот вы приезжаете, и вам открывает дверь его жена. И на лице у неё написано, сразу написано, вот вы сразу читаете, что она вообще вам не рада. Выражение лица, как бы, вам сразу говорит о том, что, конечно, хорошо, что вы приехали, но лучше было бы, чтобы нет. И она, нахмурившись, говорит вам, что, а муж её, кстати, спит. И вы стоите, она вам даже не предлагает зайти. А вы не уходите. Но она видит, вы не уходите. Она говорит, ну ладно, заходи. И вы заходите. Она говорит, ну посиди полчаса. И вы садитесь и ждёте. Она идёт заниматься своими делами. И никак с вами не взаимодействует, не разговаривает и ничего. Просто занята своими делами. Вам вообще уже кажется, что про вас забыли. И потом через полчаса его жена выходит и говорит там чай, виноград. С вот таким вот лицом. Чай, виноград. И вы там, да. И она вам что-то там на стол ставит без улыбки. И опять с вами не разговаривает. И уходит ещё на час. И вообще с ледяным лицом. И вы просидели ещё час. И тут вы уже понимаете, что в принципе с родственником вы сегодня вряд ли увидитесь. И что вам нужно, наверное, ехать домой. Только теперь это займёт не два часа, а четыре. Потому что час пик. И теперь вы четыре часа в машинке поедете обратно домой. И на эту ситуацию может быть, естественно, две реакции. О которых мы сегодня уже поговорили. Реакция как Эйсав и реакция как Яков. Сейчас я вам расскажу, как это. С реакцией как Эйсав нам сейчас будет всё понятно. Вы будете обижены и оскорблены. Во-первых, вы припёрлись, что нельзя было разбудить его. Во-вторых, вся эта картина сейчас начнёт вращаться вокруг вас лично, вокруг вашего эго. Каким образом? Потому что вы взяли рабочий день. Я взял рабочий день. Я взял отглубь. Я договорился на работе. Я сидел в прихожей никому не нужный. Я ехал столько часов сделать доброе дело. И что это за награда? Я сидел там и со мной невежливо плохо обошлись. Я разочарован. Я его не увидел. Значит, подсознание вам будет говорить, как со мной смели так поступить. Окей? Как это могло? Как смели? Как все посмели? Почему? Вы будете думать о том, что вы потратили день. Вы же часто слышите фразу, возможно, от себя, возможно, от других. Я потратил свои деньги на это. Да я потратил своё время на это. Я потратил на это полчаса своего времени. Я бы за эти полчаса мог сделать кучу всего другого. Знакомые слова. Много людей действительно так говорят. Это что обозначает? С точки зрения иудаизма. Что это обозначает? Вы берёте корону, отдеваете её себе на голову. И это ваша реакция на нет. На то, когда вашему эго говорят нет. Вы начинаете раздуваться. Вы начинаете... Вы, когда полчаса в туалете с телефоном сидите, правильно? Листаете Facebook. У вас же нет мыслей, как это я полчаса потратил не на какую-то продуктивную деятельность. Но не дай бог кто-то другой посягнёт на эти полчаса. Всё. Эго получает отказ. Вы начинаете раздуваться как шар и говорить, что это моё время. Это я его потратил. Что такое реакция Якова? Что такое реакция, когда наше эго мы должны отнести на второй план? Это выглядит так. Вы можете подумать. Дорогой Всевышний, я сижу здесь в гостиной, потому что ты хочешь, чтобы я здесь сидел. И я хотел встретиться со своим родственником и посидеть у его кровати и поговорить с ним. Но ты решил иначе. Как это по-английски? Изи кам, изи го. Ты решил иначе. И, наверное, он настолько слаб, что не может разговаривать с посетителями. А его бедная жена, бедная жена, не вот эта стервь, которая, да, в мировоззрении Эй Савы, это просто стерва, конченая последняя какая-то, с которой вы теперь вообще ни разу её теперь с днём рождения в жизни не поздравите. Как она вообще могла вот так вот вам не улыбаться, когда вы приехали так издалека? Вы будете думать, что его бедная жена вне себя от горя и очень расстроена и тревожна ей. Она не может ни о чём больше думать, кроме как о своём муже и о его нуждах, о его ускорейшем выздоровлении. Она там крутит у себя, наверное, это в голове. И вы должны дальше подумать, да, что она не может себя заставить пообщаться со мной мило. Она не может перестать думать о нём, скорее всего. Хорошо, значит, она не может. Эта история не про меня. Эта история о том, что я хотел делать приятно своему там двоюродному брату. Меня вообще в этой истории нет. Я ради него, не ради себя, ради него. Но если ты решил, что он сейчас слабый или жена его там что-то, что-то. Хорошо, всё бесседер, всё нормально. Я принимаю те условия, ту ситуацию, в которую ты меня помещаешь. И я сделал усилия. Никогда не обязательно, что все наши усилия должны увенчаться успехом. Короче говоря, несмотря на то, что вы можете быть немного разочарованы, конечно, потому что, может, вам действительно хотелось его увидеть, действительно хотелось его поддержать. Но вы не будете чувствовать ни опустошения, ни гнева, потому что эта история не про вас. И когда вы об этом вспомните и вернёте себя на рельсы Якова Вину, и будете реагировать, как луна, не пытаться светить и сиять, а пытаться только отражать тот свет. На вас что-то упало, вы это отражаете. Ничего не упало, ничего не отражаете. Всё нормально. И можно привести ещё много ситуаций о том, как, особенно я вижу это здесь, в Русалиме, много людей здесь действительно, которые работают над собой. И потом видеть, как они реагируют на разные жизненные ситуации, доставляют просто удовольствие. Вот в обществе, в котором действительно такая работа и рост над собой не так приняты, ты это так часто и не увидишь. Здесь часто можно увидеть ситуацию, я не знаю, там, описывает Робоцин Цепора Хейлер, они пришли, её дочка старшая выходила замуж, да, и они пришли в дом к жениху, к родителям жениха. И все пытались, естественно, произвести друг на друга хорошее сразу впечатление. То есть Робоцин Цепора Хейлер со своим мужем, они там пришли, нарядились, хорошо оделись, там, подарок хороший принесли. С той стороны родители жениха тоже хорошо их приняли, аккуратно всё было там расставлено на столе, какие-то там угощения, они какие-то вопросы подготовки к свадьбе хотели обсудить. В общем, и все хотели, главное, произвести приятное друг на друга, естественно, это первое знакомство было. Вот они собираются породниться, и первая встреча. И тут, пишет Робоцин Цепора Хейлер, звонок в дверь, стук, вламывается служба, которая в Израиле отвечает за электроэнергию, конечно, они не приходят просто так мило, а как это, на коне. Значит, и говорят о том, что какая-то квитанция была неуплачена, и теперь они вырубают свет, и вообще забирают там этот счётчик или что-то, и пока там всё не будет уплачено. В общем, до свидания. И уходят. И теперь остаётся эта вся компания, родители невесты, родители жениха, сидеть в темноте. И на это может быть реакции очень много на такую ситуацию. Ну, кто-то может стать там, о боже, это такой позор, меня опозорили, как это могли меня так опозорить, эти там работники службы, фамилии ваши мне быстро скажите. Я буду начальнику вашему, как вы тут вообще посмели прийти, как вы посмели тут, значит, такой хай навести. И, значит, унизили меня перед гостями, у меня были гости там очень важные, та-та-та-та-та. А вот как это, мама этого жениха сказала, друзья, Всевышний хочет, чтобы мы сегодня посидели при свечах. Я иду за свечами, всё хорошо, мы всё равно пообщаемся и хорошо проведём время, всё будет нормально. И все расслабились, и всё было нормально, и зажгли свечи, и, короче говоря, всё было супер, всё было хорошо. Всё было хорошо. Теперь, друзья, план номер 35, резюмируя всё вышесказанное, будет означать вот что. Учитесь нажимать кнопку «Молхут» вместо кнопки «Отказа». Что такое кнопка «Отказа»? Вы знаете, раньше были вот эти вот на компьютерах консоли, да, или там на магнитофонах, когда ты хотел вставить диск, тебе нужно было нажать кнопку и, ну, вставить или вытащить диск. Например, ты не хочешь слушать этот диск, ты нажимаешь кнопку «Реджект», да, там было написано «Извлечь», «Вытащить», да, «Отклонить», и тебе обратно выезжает диск. И подобным образом у всех людей, абсолютно у всех людей есть такая кнопка. Называется она «Кнопка отказа». Как она работает? Когда что-то происходит вопреки нашей воле, мы автоматически нажимаем кнопку «Отказа». И если мы стоим над хрустальной вазой, разбитой, которую недавно разбил наш ребёнок, нажимается очень быстро кнопка «Отказа», и вы начинаете стартовать на ребёнка. И когда вы приходите поздно вечером домой, видите, что ваша кухня залита водой, там на 2 сантиметра от пола, там стоит вода, нажимаете кнопку «Отказа», и ещё может быть много каких-то событий произойти. Всё, кнопочка «Отказа», что это обозначает? Это кнопка, которая обычно может привести человека, если постоянно на неё нажимать, в сторону депрессии, в сторону отчаяния, в сторону того, что жизнь вообще происходит не так, как ты хочешь, и ведёт тебя не туда, куда ты хочешь. И если вам кто-то позвонил вечером и разбудил вас, уже вылегли спать, пожалуйста, сразу кнопку «Отказа», ведь ему можно наговорить кучу гадостей, зачем он это сделал. И пишет Ребетсенхеллер о том, что что надо делать в этих ситуациях, если стоит цель уметь побеждать своё дурное начало, уметь расти над собой, используя любые жизненные ситуации. Не надо вам никаких курсов специальных для того, чтобы вырасти над собой. Просто используйте всё то, что Всевышний сам вам даёт. Значит, для начала мы используем вот это вот ночное видение, пытаемся увидеть Всевышнего во всём. Постоянно себя возвращаем на трек, что Всевышний присутствует во всём. Дальше. Это нас подтолкнёт перестать нажимать кнопку «Отказа». Потому что если ты во всём видишь Всевышнего, ты понимаешь, что всё это им управляется, эта ситуация сейчас сконструирована для вас, что кнопку нажимать? Что это, отказ от чего? От того, что Всевышний, собственно, для вас специально приготовил. Вы сейчас нажмёте «Отказ», эта ситуация вас догонит в другой раз. Почему у людей часто ситуации повторяются? Нажатие кнопки «Отказа». Но ты не убежишь от того тренинга, который Всевышний для тебя лично в этой жизни разработал. И тогда наступает некоторое принятие. Когда вы начинаете принимать всё, что с вами происходит в данный момент, и вы понимаете, что отправитель этой ситуации сам Всевышний. У нас в Израиле здесь, например, когда ты получаешь посылку на почте, там написана всегда фраза, что если вы не знаете отправителя, не распечатывайте. Если вы не знаете отправителя, не распечатывайте посылку. Это абсолютно на всех посылках написано. Значит, когда человек, теперь переместите эту ситуацию на себя, когда человек не видит отправителя, то есть он не понимает, что на самом деле это ситуация от Всевышнего. Это не ситуация от этого человека, или не ситуация от этого ребёнка, или не ситуация от этого начальника. Это ситуация от Всевышнего для вас, чтобы вы сейчас смогли как трамплин оттолкнуть себя от этой ситуации и поднять себя на более высокий духовный уровень. И тогда получается, что если вам как бы отправитель незнаком, то есть вы не видите Всевышнего, вы не распечатываете те посылки, которые вам отправлены. Там подарки, друзья. Вы их обратно отсылаете нераспечатанными. Нажимаете кнопку reject. Что значит молхуд? Что значит нажать кнопку молхуд? Это кнопка принятия, которую вы должны у себя обнаружить, найти, у себя найти. Должны у себя найти. Это кнопка подчинения воле Всевышнему. Поверьте, вы расслабите свою голову и свою душу очень сильно, когда начнёте жить жизнь, в которой Всевышний реально ежеминутно управляет событиями, связанными с вами. Да, у вас есть свобода выбора. Это то, что вас никто не отнимет. У вас есть, даже когда вам встречается какая-то ситуация не очень вам приятная, вы всегда можете выбрать, как на неё отреагировать, как себя в ней повести, опуститься с того уровня, на котором вы находитесь, либо подняться с того уровня, на котором вы находитесь. Принятие ситуации. Я хочу здесь сделать акцент. Принятие ситуации не означает, что вы вообще всегда игнорируете происходящее, ведь это всё от Всевышнего, да, я об этом. И не пытайтесь делать никакого своего вклада в то, чтобы ситуация была улучшена. То есть, ребёнка нужно приучать играть в мяч не дома. Тогда ваза будет целая. Если у вас на кухне залило пол, потому что ваша, не знаю, посудомоечная машина поломалась и потекла, это обозначает, что вам нужно связаться с компанией, машина на гарантии, скорее всего. И сказать, что, пожалуйста, друзья, ваша машина, давайте её дружно теперь начинайте ремонтировать. То есть, не «О, потекла машина от Всевышнего». Да, потекла машина от Всевышнего, неприятная ситуация, теперь я из неё выхожу с достоинством, я распознаю в этом Всевышнего и параллельно решаю вопрос с гарантией, со всеми, с наводнением, да, и делаю так, чтобы компания об этом позаботилась. И тому, кто звонит вам ночью, скорее всего, не нужен с вами получасовой какой-то чат, скорее всего, это какой-то короткий вопрос. Это не должно выглядеть, как «Меня разбудили», да меня, меня, как он мог меня разбудить. Это должно выглядеть, как у человека, наверное, что-то срочное, либо он не знал, что я сплю, ничего страшного, я отвечу пять минут и не обматерю его с ног до головы, а как нормальный, адекватный человек с ним вежливо поговорю. А вежливо я поговорю, потому что это то, кем я являюсь, потому что я уже на том уровне, где я в любой ситуации разговариваю с людьми вежливо. Вот, и это будет наш путь с вами, нажатие кнопки «Молхут», нажатие кнопки «Молхут», а не кнопки «Отказа». Это будет тот путь, который мы будем пытаться с вами идти и использовать те ситуации, которые с нами приключаются для того, чтобы взять корону и сместить, правильно, да, сместить фокус, взять корону и перевесить её со своей головы на голову, условно в кавычках, самого Всевышнего. И, наконец-то, начать жить той жизнью не обиженной, не раздражённой, не удручённой, не опустошённой, а той жизнью, где вами ежесекундно вплотную занимаются. Нам отвели здесь каждому, не знаю, очень короткий промежуток времени, условно там 120 лет в масштабах бесконечности. Это ничего для того, чтобы мы на короткое время погрузились в некоторый интенсивный, такой интенсивный тренинг, да. Этот тренинг закончится. Наша задача — сделать его максимально эффективным для самих себя и для окружающего нас мира. Дорогие друзья, я была очень-очень рада с вами поучиться позаниматься. Все мои уроки вы можете найти на канале моём в YouTube, который называется Healthy Talks, либо в Facebook в моей группе «Хана Кейла». Пишется всё английскими буквами. И до новых встреч на уроках Торы. Всем пока-пока. Спасибо вам всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok